Михаличенко Юрий Николаевич, директор Российской ассоциации франшизинга с 2010 года. О конкурсе мы узнали, когда к нам обратилась компания с предложением организовать конкурс для франшиз, который бы позволил им как можно больше продвинуть интересы франшизинга среди интересных и успешных франшизингов. И, с моей точки зрения, это хороший инструмент для продвижения наших франшиз за рубежом. Первый раз, когда Российская ассоциация франшизинга поддерживает этот конкурс, мы решили попробовать на тех франшизах, которые близки по духу компании, которая организовала этот конкурс, для того, чтобы попробовать. И, скорее, задача стояла не расширить количество привлекаемых франшиз, расширить географию продвигаемого конкурса. Поэтому мы с удовольствием, как Российская ассоциация франшизинга, присоединились к инициативе. И я думаю, что это один из очень неплохих инвестиционных инструментов для будущих франшизингов. Это возможность получить на хороших условиях средства, инвестиции для открытия своего бизнеса. Я думаю, есть смысл проанализировать существующий рынок франшиз, потому что все секторы франшизинга себя хорошо чувствуют. Есть быстрорастущие именно хедлайнеры франшизинга, те направления, такие как, например, медицина, такие, например, как дистанционное образование, досуг, интернет-доставка. То есть те направления, которые сейчас имеют наибольшее развитие. Ну и, соответственно, следить за трендами развития уже существующих франшиз, потому что есть регионы, в которых слабо представлено то же самое общественное питание и ритейл. Поэтому обязательно нужно смотреть не только на франшизу, но и на рынок, на котором она развивается. Франшизы есть разного уровня. Я знаю франшизы, которые начинают с инвестиций в 400 тысяч рублей. Есть франшизы, которые могут достигать 10-15 миллионов рублей, если мы говорим про общественное питание. Если мы посмотрим на инвестиционные инструменты, то, в принципе, на любой размер инвестиций можно найти финансирование, в том числе и у банков. А если это социально значимая франшиза, то и получить средства из региональных фондов поддержки предпринимательства достаточно обратиться в мой бизнес, который присутствует в каждом регионе. Я бы предложил всем участникам конкурса посмотреть на рынок франчайзинга, потому что кроме проводимого конкурса есть куча разных инструментов. На франчайзинг сейчас большое внимание оказывает государство. Мы видим, как франчайзинг сейчас растет. И я думаю, надо просто смотреть, искать разные формы, интересоваться. В том числе приглашаем за информацией к мероприятиям российского социального франчайзинга, где вы можете узнать о новых трендах, о направлениях, куда инвестировать, как выбрать франчайзу. Ну и познакомиться с реальными людьми, с реальным опытом, чтобы для себя сделать вывод, какой вам бизнес интересен, потому что вы выбираете бизнес на всю жизнь. Продолжение следует...